Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в Петергофе. Меня зовут Антон Корин, а я музыкальный мастер. Сегодня, по просьбам друзей и моих читателей-слушателей, мы немножко поговорим о креплении грифа к гитаре. Мы находимся у меня дома, поэтому гитары под рукой нет, и я подготовил очень подробные чертежики, рисунки, с помощью которых постараюсь объяснить вам суть проблемы. Появилось очень много гитар, классических, с поднятым грифом над декой. Между накладкой и декой вклеивают куски дерева и поднимают угол грифа, объясняя это улучшением звука и прочее. Очень много таких гитар делается, и они появились и на конкурсах, и в продаже. Постараюсь сейчас раскритиковать эту схему и объяснить с позиции науки, с позиции элементарной физики, почему это неправильно. Итак, начну просто с конструкции, о чем идет речь. Так, вот. Вот перед нами обычное крепление грифа. Плоский гриф, приклеенный к деке и натяжение струн. Натяжение струн идет параллельно деке, параллельно грифу. И по сути дела, сила давления на деку и на корпус и работает на сжатие, просто на сдвиг деки. Вот происходит, что когда мы поднимаем гриф, подклеиваем под него колобашку, изменяется угол, и сила, та же сила давления струн, а она примерно равна 60 кг, она начинает действовать под углом. Как вы видите, что здесь происходит? Здесь происходит то, что появляется момент давления на верхний овал гитары у розетки. Здесь его не было практически, он здесь был сдвиг, а здесь появляется давление. Все мастера стремятся, наоборот, заставить звучать верхний овал деки у розетки. А здесь вам придется усиливать это место, потому что гриф стремится проломать, проломать, продавить. Вам придется делать мощные какие-то пружины или делать конструкцию пятки с огромным каблучком, и вы еще больше задавите верхний овал корпуса, что, соответственно, напрочь его отрежет от звучания. А если вы не сделаете, то гриф просто здесь проломит и так, на обычной гитаре трещины у накладки, а здесь они заведомо уже запланированы. Это первый минус. Далее, теперь показываю вам конструкцию подставки. Это подставка гитары, вид сбоку. Вот она, деревянная подставочка, вот отверстие, где завязана струна, косточка, и струна пошла на гриф. Это нарисовано обычное крепление грифа, когда гриф параллельно деке, и струна тянет туда струны 60 кг. Вот ответная реакция завязанной струны, и равнодействующая, которая давит на косточку. Нас интересует давление на косточку. Именно косточка звучит. Вот отсюда происходит, вот точка перегиба. Вот равнодействующая, она направлена вот сюда, соответственно, по закону физики, закон ромбика, вот он, примерно вот так. Вот так действует на обычной классической гитаре. Что происходит, когда мы поднимаем гриф и увеличиваем вот этот вот угол наверх пошел? Вот смотрите, что происходит. Вот угол пошел наверх, это у гитары, у которой гриф поднят. Опора такая же осталась, эта ушла наверх, равнодействующая ушла наверх. Понимаете, да видно, эта ушла, и равнодействующая за ней тоже поднялась. У нас уменьшилось давление на косточку. Все мы прекрасно знаем, чем сильнее давление на косточку струны, тем ярче звук гитары. И многие мастера делают наоборот. Они делают гриф вот туда, чтобы как можно сильнее косточка давила, чтобы как можно ярче. А здесь получается наоборот. Зачем мы подняли гриф? Чтобы уменьшить давление на косточку? Чтобы испортить звук гитары? Отлично! Посмотрите внимательно и подумайте, что же здесь надо изменить, чтобы при вот таком расположении грифа у нас вот эта опора ушла ниже, и давление стало. Ага! Так вот он классический старый вариант крепления струны. Обратите внимание, гриф высоко, а чтобы струна ушла вниз, мы срезаем часть подставки и заправляем струну внутрь. То самое крепление на пинах. То есть при поднятом грифе, чтобы сохранить или усилить давление на косточку и сохранить яркость грифа, необходимо крепление струн внутрь деки на пинах. Тогда у нас равнодействующее остается мощной, остается давление на кость, а то, может быть, даже и усиливается. Но! Для классической гитары такое крепление струн не характерно. Некоторые мастера начали уже делать, и на конкурсе мастер Чешейко из Екатеринбурга сделал классическую гитару с креплением струн внутрь. Очень интересный вариант, и она звучала очень хорошо. Я пока боюсь так делать, потому что это немножко ломает стереотипы. Но! Вспомните все старинные инструменты, инструменты до Торреса имели крепление струн на пинах, то есть яркость звука. А теперь вернемся к вот этому варианту, вот этому рисунку. Да! А зачем вот здесь приклеивать и убивать верхний овал? И опять же мы вспомним, что все инструменты до Торреса, они имели гриф на винте, и гриф вот в этой части был оторван от деки, он висел в воздухе, и вот никакого давления на верхний овал не происходило. Таким образом достигался яркий звук гитары, который сейчас не достигнут мастерами, потому что они все уперлись в эту классику, и не могут вернуться к грифу на винте, к грифу, висящему над декой, и к креплению струн на пинах. Только эти два варианта могут ярко улучшить инструмент, улучшить звучание. Ни в коем случае никакое просто тупо вклеивание под гриф колобахи и изменение грифа, как я уже сказал, ничего не изменит. Конечно, сломать стереотипы и стандарты, и традиции мышления современных классических гитаристов очень сложно. Ну а что, гитара Торреса существует всего лишь каких-то там 150 лет. Этого мало. На самом деле традиции изготовления гитары гораздо дольше. И мне кажется, пора мастерам попробовать делать инструменты по классической, до Торресовской технологии, попытаться внедрить их и показать, что звучание таких инструментов будет ярче. Опять же, мы приходим к русской традиционной школе изготовления гитары. Когда гриф был на винте, поднят, а крепление струн было на пинах. И все семиструнки, и шестиструнные инструменты, которые иногда были в России делались, были по такой схеме и звучали гораздо интереснее, гораздо ярче. Я в своей музыкальной мастерской попробую сделать в ближайшее время подобный инструмент, может быть, даже не один, и предложить его вам, уважаемые мои читатели, слушатели и любители, на суд. так сказать, может быть, выставлю на какой-нибудь конкурс выставку, и вы сможете убедиться в моих вполне физических и научных обоснованиях и выкладках. Спасибо большое. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok